МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В марте 2011 года в Кумертау была принята комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития города. На этом заседании о ходе реализации программы доложил исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Олег Никматуллин. Начал докладчик с положительных результатов, которые были достигнуты в ходе реализации этой программы. Например, доля собственных доходов в местный бюджет составила 67%, при плане 55%. Объем отгруженной продукции превысил 12 миллиардов рублей, при плане 10 миллиардов 862 миллиона. Однако ряд показателей так и не удалось достигнуть. Так, из 307 запланированных рабочих мест 106 не было создано. На реализацию инвестиционных проектов было вложено 609 миллионов рублей, вместо 949 миллионов рублей по плану. Снижение фактических объемов инвестиций произошло из-за исключения из программы двух проектов стоимостью 106 миллионов рублей, при остановке пяти проектов стоимостью 165 миллионов рублей, а также невыполнение на 93 миллиона рублей проекта по строительству нашего ФОКа. Депутаты рекомендовали руководителям предприятия и организации принять действенные меры по реализации мероприятий программы. Также на этом заседании депутаты утвердили план мероприятия по благоустройству и санитарному содержанию города на текущий год. Согласно этому плану определены меры по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети. Ряд дорог будет расширено, ряд заасфальтировано, обустроены тротуары. Кстати, в этот план нанесено и строительство путепровода через железную дорогу в створе с улицы Карла Маркса. Школьное питание – тема тоже животрепещущая. Возникла необходимость принять в Кумертал муниципальную целевую программу совершенствования системы организации детского питания. Дважды проект программы уже утверждался в 2010 и в 2011 годах, но так и не был принят. Собравшиеся заслушали информацию о совершенствовании школьного питания, в докладе прозвучали проблемы в организации школьного питания. Одна из главных проблем – это, конечно, высокий уровень торговой наценки, и второе – это низкое качество приготовляемых блюкт, что выражается в жалобах, в обращениях родителей к руководителям школы и в управлении образованием. Управление образованием видит необходимость в принятии целевой муниципальной программы по организации детского питания. Кроме того, с 1 сентября 2013 года вступает в силу закона образования в Российской Федерации, и согласно этого закона родителям общественности предоставлены широкие полномочия, поэтому мы обратились в комиссию, чтобы нас поддержали депутаты создать в школах такие общественные комиссии. До 1 октября текущего года Управлению образования рекомендовано разработать программу организации детского питания в школах, создать комиссии с привлечением родителей по контролю за качеством питания, а учреждениям, которые оказывают услуги питания, снизить наценки на продукцию. Татьяна Сафонова, Владимир Прищепа, Новости. В городе Кумертал в эти дни проходит всероссийский конкурс юных музыкантов по специальности фортепиано, а в нем принимают участие более 60 человек. Это воспитанники детских музыкальных школ, школ искусств. Также в этом году в конкурсе принимают участие учащиеся среди специальных музыкальных колледжей. Для них конкурсные испытания проходят в два тура. В культурной жизни нашего города знаменательные события. Здесь проходит всероссийский конкурс юных музыкантов по классу фортепиано. В последний раз в нашем городе подобное творческое состязание было в 2007 году. Затем конкурс проводился в столице республики. В этом году по решению организаторов он вновь вернулся в город Кумертал. Должен сказать, что все мои коллеги по работе в жюри, коллеги-педагоги-пианисты с большой радостью восприняли эту новость, потому что Кумертал мы все вспоминаем с большой теплотой. И конкурс, который проводится здесь, мне кажется, что для города это большое событие, это большой праздник. Праздник, школа прилагает максимум усилий для того, чтобы каждый участник, каждый конкурсант, каждый педагог был окружен вниманием, заботой. И нет сомнений, что праздник удастся. В конкурсе принимают участие юные дарования со всех уголков республики. Среди участников Лилия Смогилова. Она учащаяся у Фимского среднеспециального музыкального колледжа. Кроме фортепиано, Лилия играет на арфе, саксофоне, занимаясь вокалом. У юного музыканта большие планы на будущее. Начала я играть на фортепиано с 8 лет. Сейчас мне 15, я занимаюсь в 8 год. Мне это очень нравится. Я постараюсь в дальнейшем стать профессиональной пианисткой. Я над этим тщательно работаю. Пока стараюсь себя показать на публике, в городе Кумертау, на этом конкурсе. И в дальнейшем буду продолжать этим заниматься. Все выступления прослушивает профессиональное жюри, в составе которого деятели культуры и искусства республики. Их внимание юные дарования представляют по два произведения. Дойти до финального тура – задача не из легких. Программа очень сложная, я считаю. И здесь такой высокий уровень исполнительства у всех детей. Ну, возлагаем надежды. Ну, самое главное – участие, я думаю. Ну, а посмотрим. Другой город, чужой инструмент – все это добавляет волнение участникам. Но конкурсы для того и существуют, чтобы выявлять самых достойных. Ведь просто владеть техникой исполнения – не самое главное. Будут оцениваться все профессиональные качества конкурсантов. С одной стороны, требования академические, стилистическая точность исполнения, понимание особенностей того или иного композитора, владения различными формами, жанрами, полифония, этюд, крупная форма и так далее. А вторая часть требований – это артистические требования. То есть здесь уже речь идет о даровании ученика, о его умении владеть собой на сцене, о его умении быть интересным для слушателей. Конкурсные прослушивания будут проходить в течение двух дней. 22 марта состоится церемония награждения победителей и концерт с участием лауреатов. Айгуль Мухаммедшин и Ильин Раминов. Новости. Продолжаем выпуск. Общеизвестно, что основой благополучного общества является крепкая и здоровая семья. В одиночку справиться с проблемами, возникающими в ходе ее формирования, удается не каждому. И в этом случае поддержку и помощь могут оказать общественные объединения. Одним из них является Союз женщин Башкортостана, ведущий активную работу в данном направлении. Именно он стал инициатором форума «Женщины», состоявшемся в селе Ермолаево Куиргазинского района. Подробности в следующем материале. Крепкая и здоровая семья – основа благополучия общества. Такой была тема форума, состоявшегося в районном Дворце культуры «Молодость» села Ермолаево. Его гостями стали представители учреждений образования, здравоохранения и общественных объединений из города Уфа. На форуме, кроме глав администрации сельских поселений, председателей местных женсоветов, представителей общественности были и ученики старших классов, которым в будущем предстоит создавать настоящие семьи. Тема семьи и детства не должна иметь временных рамок. Она актуальна на каждом этапе развития общества. Самой большой угрозой крепкой семье на сегодня является алкоголизм. По словам председателя Союза женщин Башкортостана Рашиды Султановой, национальной идеей России должна быть именно идеей здорового образа жизни. Стремление к здоровому образу жизни, стремление к духовному развитию общества могло бы стать национальной идеей. Потому что пока мы не отрезвим народ, пока из-за пьянства, вы же знаете, сколько проблем из-за пьянства. И разводы, и умственно отсталые дети, и инвалиды, и аварии, и все-все-все остальное. Поэтому, наверное, с этого надо начать. По результатам токсикологического мониторинга в республике, озвученных заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по республике Башкортостан Ниной Кондровой, первой причиной отравления среди граждан является все тот же алкоголь. На втором месте лекарственные препараты, на третьем наркотические вещества. Зачастую алкоголизм и асоциальный образ жизни взрослых становятся причиной и изъятия детей из семей. Такая статистика по республике и по Кургазинскому району, к сожалению, неутешительная. В республике на 750 тысяч детского населения, 18 тысяч 336 детей-сирот, это 2,1%. Мы имеем лучшие показатели, республика Башкортостан. Но это не сверху упавшая цифра такая, можем сказать, положительная. А это большой труд. Труд прежде всего органов ОПИТИ, руководства наших муниципальных районов, системы образования, системы медицины и простых граждан, на территории которых живут дети. Одним из актуальных на форуме стало и выступление профессора Галимова о здоровье мужчин, которому уделяется недостаточное внимание как самой семье, так и на государственном уровне. У мужчин в нашей стране по сравнению с женщинами в самом цветущем работоспособном возрасте существует такое явление, которое называется сверхсмертность. По официальным данным, порядка более чем в 4 раза у мужчин больше смертность, чем у женщин аналогичного возраста. Ежегодно в нашей стране умирает более полумиллиона мужчин работоспособного возраста. То есть фактически это такие потери, которые возможны только во время войны. Основные причины это сердечно-сосудистые заболевания, а и в отличие от многих других стран, на втором месте среди причин мужской смертности это несчастные случаи, отравления, травмы и так далее. То есть внешние причины. Неожиданным и оригинальным стал для собравшихся краткий курс материнского успеха от кандидата педагогических наук Нины Филиповой. Прекратите стремиться к идеальному. Да, захотели сегодня надеть любимый, значит, мягкий халат? Оденьте. Но завтра вам захочется одеть красивое платье. Захотели сегодня съесть плюшку? Скушайте. Лучше завтра что-нибудь поесть более скромное. В отношениях не стремитесь к идеалу, но придерживайтесь ценностей. И тогда в этой атмосфере доверия, радости, искренности у вас будут расти чудесные дети. Безусловно, каждый участник форума почерпнул для себя много нового и интересного, что в дальнейшем использует в работе и, конечно, в своей семье. Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости. Продолжаем выпуск. Сегодня застартовал третий сезон интеллектуальной игры «Брейн Ринг». Как обычно, все начинается со школьных команд. Они состязаются в своей эрудиции весной, а осенью в состязание включаются студенты. Екатерина Соломасьна расскажет обо всем по порядку. Сегодня за игровые столики интеллектуальной игры «Брейн Ринг» сели школьники. Всего было 12 команд. В числе участников и команда школы номер 10. В прошлом сезоне она была победительницей. Чтобы удержаться на этом высоком уровне, ребятам пришлось серьезно потрудиться во время подготовки к предстоящим играм. Для этого они перелистали большое количество самой разной литературы. В этом году мы готовились, так же, как и в прошлом году, не хуже. У нас, правда, сменилась немного команда, но мы натаскали того мальчика, который у нас новенький. Мы старались какую-то найти информацию в книгах и в интернете, и учителя нам очень помогали. Есть такие обобщенные темы, особенно в истории города Кумертау. Довольно-таки сложно, потому что про Кумертау в интернете много не найдешь, потому что наш городок довольно-таки маленький. Но мы посмотрели в архиве, очень много информации для себя нашли, даже что-то новое узнали. Всего в отборочном туре 6 игр. Те команды, что их выигрывают, выйдут в полуфинал. Во время отборочного тура ребята отвечают на вопросы о городе и об экологии, а в следующем туре задания будут сложнее. Их разработкой занимается молодежно-подростковый центр самоцвета. В этот раз им помогали специалисты городского архива и библиотечная система. Кстати, темы для полуфинала участникам брейн-ринга уже известны. Команда уже готовится, темы обозначены. Это также экология, транспорт, изобретение, животный мир, биология. Темы очень разнообразные. Кстати, в новом сезоне организаторы игры придумали для участников новое задание. Вопрос Шараду на эрудицию. А еще у игры появился новый ведущий. Его зовут Николай Куликовский, студент второго курса КиЭП. Это пока все новинки сезона Игр Лиги Школьников. Екатерина Соломасина, Владимир Прищепа, Новости. Ну и последние кумертаусы продолжают приносить победы в копилку спортивных достижений города и республики. Так, воспитанник школы пауэрлифтинга спортивного комплекса «Прометей» Николай Семенов занял первое место в первенстве России по жим-лежу среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили в первой декаде марта в городе Кемерово. Николай Семенов принимал в них участие в составе сборной команды Башкортостана. В весовой категории до 53 килограммов он выступил с результатом 122,5 килограмма. К соревнованиям спортсмена готовил тренер Айнур Галямов и Эдуард Бекулов. Первенство является отборочным к чемпионату мира. Он будет проходить в конце мая в Литве, город Каунас. В них Николай Семенов будет выступать в составе сборной России. Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами после 19.30. Программа «Гость студии» с Мариной Пауковой. Сегодня будем говорить о садах и огородах. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова